Во время битвы за Сталинград, когда немецкие войска перемалывались на улицах этого города и теряли свою силу, активировались советские снайперы. Они сокращали офицерскую и солдатскую массу противника и стали представлять особую угрозу войскам вермахта. Самыми болезненными и опасными были победы молодого снайпера Василия Зайцева, который стал для немцев просто головной болью. Он быстро набрал опыт и благодаря своей феноменальной одаренности в этом деле достиг впечатляющих вершин в снайперском бое. К тому же по причине коллективистского мировоззрения советских людей этот опыт стал передаваться другим снайперам и они тоже быстро стали увеличивать свои победы. Чтобы справиться с этой проблемой в Сталинград прибывает опытный нацистский офицер, начальник школы снайперов в Цосине, штандартер фюрер СС Хайнц Торвальд. Он получил задание подавить сопротивление советских стрелков и убить прежде всего главного Зайца. Самая знаменитая снайперская дуэль 20 века началась. Василий Григорьевич Зайцев родился в семье крестьянина в 1915 году. Уже с малолетства дед начал приучать своего внука к охоте с луком и стрелами. Он научил Зайцева сидеть в засаде, сливаясь с природой так, чтобы даже зверь не мог найти своего охотника. В науку входили маскировка, чтение следов, выслеживание зверя и устройство засад. Зайцев так натарел в деле охотника, что даже дед не мог его обнаружить, пока внук не подавал голоса. Это так радовало старика, что когда Василию исполнилось 12 лет, он подарил ему свое ружье – одноствольную берданку 20-го калибра. Война застала Василия Зайцева, когда он служил на Тихоокеанском флоте, начальником финансовой части. Василий Григорьевич стал подавать рапорты о переводе его на передовую, и только пятый рапорт был одобрен командиром. К тому времени уже шла битва за Сталинград, и Зайцева направили в самую гущу событий. Уже в первом бою стала видна незаурядная меткость этого солдата. Он бил без промаха на расстоянии больше 800 метров из обычной трехлинейной винтовки. После убийства 32 солдат противника Зайцева наградили денежной премией, медалью за отвагу и подарили винтовку с оптическим прицелом. С ее помощью всего за месяц боев Василий Григорьевич довел количество поверженных врагов до 225 офицеров и солдат противника. В это число входят и 11 снайперов врага, которые не смогли ничего противопоставить умению советского солдата. О прибытии немецкого специалиста рассказал нашему командованию взятый в плен язык, и командир дивизии приказал Зайцеву уничтожить вражеского снайпера. Я уже научился быстро разгадывать почерк фашистских снайперов, писал в своей книге Василий Зайцев. По характеру огня и маскировки без особого труда отличал более опытных стрелков от новичков, трусов от упрямых решительных, но характер руководителей школы долгое время оставался для меня загадкой. Ежедневные наши наблюдения ничего определенного не давали. Трудно было даже сказать, на каком участке фашист. Наверное, он часто менял позиции и также осторожно искал меня, как я его. Но в один из дней немецкий сверхснайпер показал себя. Он ранил одного советского стрелка, а второму снес оптический прицел. Эти красноармейцы были опытными бойцами, и стало ясно, что они нарвались на крутого специалиста. Зайцев сразу же выдвинулся на позиции, где произошла эта дуэль. Залег в засаде и стал изучать местность. Изученный и знакомый передний край врага. За весь день ничего не произошло, но было ясно, что нацист где-то рядом. Ближе к вечеру на траншеи показалась каска врага, но Зайцев не стал стрелять, опасаясь провокации. Каска как-то неестественно качалась, скорее всего ее нес помощник снайпера. Через день бригада Зайцева снова пошла на передовую, с ними также увязался политрук. Из-за своей неаккуратности он чуть не поплатился жизнью, лишь на мгновение приподнялся над бруствером и сразу же получил пулю, которая, к счастью, только его ранила. Немецкий снайпер был здесь. Зайцев долго не мог вычислить позицию врага. По этому поводу он писал. За многие дни я уже так изучил передний край противника, что сразу замечал каждую новую воронку, каждый вновь появившийся бруствер. Сейчас же ничего нового и подозрительного не было. Но по быстроте выстрела я заключил, что снайпер где-то перед нами. Продолжаю наблюдать. Слева подбитый танк, справа Дзот. Фашист в танке? Нет. Опытный снайпер там не засядет. В Дзоте? Тоже нет. Амбразура закрыта плотно. Между танком и Дзотом на ровном месте перед самой линией обороны фашистов лежит железный лист с небольшим бугорком битого кирпича. Давно лежит, примелькался. Ставлю себя в положение противника, где лучше занять снайперский пост, не открыть ли ячейку перед тем листом. Ночью сделать к нему скрытые ходы. Да, наверное он там, под железным листом, на нейтральной полосе. Решил проверить. На дощечку надел варежку, поднял ее. Фашист клюнул. Ага, отлично. Осторожно опускаю дощечку в траншею, в таком же положении, в каком приподнимал. Смотрю на пробоину. Никакого скоса, прямое попадание. Значит точно фашист под листом. Теперь надо его выманить. Хотя бы краешек головы. Бесполезно добиваться этого сейчас. Но с этой удачной позиции он вряд ли уйдет. Характер его теперь достаточно известен. Днем следующего дня, когда солнце ушло с позиций красноармейцев, а на позиции фашиста упали прямые лучи солнца, у края из железного листа что-то заблестело. Помощник Зайцева приподнял свою каску. Фашист выстрелил. Помощник демонстративно приподнялся, вскрикнул и упал. Немец высунул из-под листа пол головы и поплатился своей жизнью. Зайцев прострелил нацисту голову. Ночью пехотинцы сделали вылазку и нашли под железным листом фашистского майора. Они извлекли его документы и доставили их командиру дивизии. Хоть немецкий снайпер и был профессионалом в своем деле, но поплатился на самые обычные провокации. Он не придерживался главной заповеди снайпера «Всегда меняй свои позиции». О высоком классе нациста говорила его винтовка, точнее прицел. Он был с десятикратным приближением. Наши стрелки, включая Василия Зайцева, работали с приближением всего в 3-4 раза. Дело в том, что чем больше увеличивает прицел, тем сложнее с ним работать, но зато убиваешь врага с большей дистанции. Так вот, немец мог работать с более сложным прицелом, а наш Василий Зайцев этого не умел. Зато Зайцев оказался тактически сильнее нациста. Но провоевал Василий Зайцев в Сталинграде недолго. Шальной снаряд выявил его из строя. В январе 1943 года командир батальона послал снайперов Зайцева с приказом сорвать наступление вражеских войск. Тактика была простой. Перед наступлением немецкие офицеры должны были осмотреть советские позиции. 13 наших снайперов засели в засаде и взяли под прицел командные и наблюдательные пункты врага. Им удалось израсходовать по две обоймы патрон каждому, отстреливая офицеров противника. После атаки снайперы отстреливали командиров, которые поднимали солдат в бой, и фашистская атака захлебнулась. Наши пулеметчики отсекли часть пехоты врага, которая залегла. И вот тут уже Зайцев совершил свою ошибку. Он решил отличиться в захвате пленных и вышел к залегшим солдатам вермахта навстречу. Несколько фашистов подняли руки, готовые сдаться. Но это увидели другие немцы, оставшиеся на позициях, и открыли по своим солдатам минометный огонь. Зайцев только увидел, как к нему летела шестипудовая осколочная мина. Чтобы не уронить свое достоинство перед немцами, Зайцев не стал залегать, а мина упала в 30 метров и тяжело ранило снайпера. Всего в битве за Сталинград снайперы Зайцева уничтожили около шести тысяч человек противника. Сам Зайцев ослеп, но ему в Москве после множества операций все-таки смогли вернуть зрение, и он даже вернулся обратно на фронт. До конца войны Василий Григорьевич возглавлял школу снайперов, написал два учебника, и многие разработанные им тактические приемы применяются и по сей день. Зайцев участвовал в освобождении Донбасса, в битве за Днепр, сражался под Одессой и на Днестре. Победу Василий Зайцев встретил в чине капитана в Киеве. Конечный счет Зайцева составил 242 уничтожных солдата и офицеров противника. После окончания войны Василий Зайцев участвовал в армейских испытаниях винтовки СВД и написал книгу «За Волгой земли для нас не было» записки снайпера, которую я вам советую прочитать, она небольшая. Скончался герой Советского Союза Василий Григорьевич Зайцев 15 декабря 1991 года в городе Киеве. Вот такие выдающиеся люди жили среди нас еще совсем недавно. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, также если вам не трудно, то поделитесь этим видео в своих соцсетях и не расслабляйтесь. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok